Так, ребят, игра стартанула, вы не поверите, вы не поверите, насколько упоротый админ попался. Рассказываю. Значит, FD. Админ спрашивает. Команда FD, вы хотите ФП, ну, точнее, вы хотите выбрать сторону или пик? FD говорят, дайте нам сторону Dire и садятся на Dire. И тут админ обращает свой взор на их противников. Экскрейшн, по-моему, так они именуются. Спрашивает у них, что вам, товарищи, ФП? И они отвечают, нет, нам второй пик. Такое, правда, бывает очень редко, чтобы команда просила второй пик, но они просят, это их право. И админ дает им ферст пик. Вот какого черта он вообще их спрашивает? Это же такой просто трэш, я не понимаю. Я уверен, что такого вообще быть не может. Ну, одна команда выбирает сторону, а другая команда выбирает либо ФП, либо второй пик. Она имеет право, должна иметь право, во всяком случае, на это. Это же тотальный бред. И в итоге админ тупо настоял на своем, стартанул. И, короче говоря, забил болтяру на то, что команда экскрейшн просила второй пик. Ну, посмотрим, как все будет проходить. Если еще FD выиграют, то это будет полный трэшак, потому что тогда начнется мошна. Короче, это, я даже, я не знаю, как это комментировать. Меня больше всего бесит то, что эту игру не могли стартануть в течение 40 минут. Как можно так долго тупить? Как можно за 40 минут не получить информацию от кого-то? Вполне достаточно 10 минут написать кому-то там, дождаться, пока он тебе ответит, и стартануть. Ой, ладно. Короче, это просто забейте. Это без комментариев. Это взрыв мозга. Спасибо. 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 Два героя, которые были в прошлом пике у RRQ, и показали они очень хорошую доту с этими персонажами. Банится Enchantress Dazzle на второй и на первый инвокер с Тинкером, FD, Нагу, Ликана, Сентхинга и Марфа. Вот такие баны. Ну, то, что Тинкеры забанили, судя по всему, FD либо хорошо играют этим героем, либо Excration полные наркоманы, потому что банить first ban, вычеркивать Тинкера, это перебор, конечно. Sorry. Так, шла вторая стадия пиков. Ой, да. Ну, тут, конечно, много разговоров по поводу... Я думаю, очень много будет разборок и прочего. И я надеюсь, что в следующий раз админов будут осведомлять о том, что хотя бы элементарно он должен знать. Все-таки он админит квалификацию на International, а не какой-нибудь там бомжа-турнир. И все-таки должна быть у него какая-то базовая информация о админстве. Как можно доверить админку, админство, административное, рандомному типу, который вообще не шарит в доте? Он даже не понимает, что команда может попросить и не второй, и не first pick, а второй pick. Это его право? Ну, короче, забейте. Ладно, черт с ним, не будем это больше обсуждать. Пусть обсуждают уже там на всяких реддитах и прочих. Ancient Operation. У Excration. И думают, что брать еще. Viper, Chang, Locker, Camber. Пока у FD пик довольно плотный, и они собираются давить. Давить суммонами, давить жиром, врываться, убивать. Мне нравятся вот эти барабаны, которые хренакают во время бонопиков. Прикольно. Забанили Void, да? Так, ну теперь у меня тут немного стало прохладно. Вообще, короче, непонятно, то прохладно, то решать нечем. Ну, last ban. Не буду прогнозировать, потому что вот в таких играх прогнозировать баны вообще, наверное, смысла никого не имеет. Если они банят тинкера, то что там, в принципе, прогнозировать? Факер виноват. По-любому. Во всем виноват факер. Так, last ban, shadow demon, FD. Нужно брать еще какого-то суппорта, с которым можно что-то делать в начале игры. Так как все-таки пик агрессивный, затягивать каточку не обязательно. Ember Spirit в миде или Viper в миде, там неважно, оба героя могут пойти в мид. Но, скорее всего, пойдет Viper в мид, а Ember, он пойдет на easy line. Под Чена. Но, как по мне, Ember было бы круче все-таки пойти в мид. Viper на easy. Fast там, там, Viper делает себе либо мяку, либо что-то другое. Потому что Чен может тоже мяку купить. Да, тут наркомания полнейшая с этими ферст пиками, с секонд пиками. Забейте. Если бы у меня еще был-ка хотя бы немного... Да даже ладно, да я даже не буду ничего говорить. Просто тут. Админу пишет вся конференция, все лобби. Начиная от одной команды, заканчивая... Ну, в случае, все команды, и первая, и вторая пишут. Плюс пишут комментаторы, и этого админа все равно ничем не пробить. Он упоротый наглухо просто, упоротый наглухо. Как будто ему пишут люди, которые вообще ничего не знают. В один голос. Он просто болтяру ложил. Так, разобрали. Персонажей. Ну, и что? Что? Фокс будет у нас играть Рубиком. Эви на Дембрингере. Эбенг. Эбенг. Абенг. Батрайдер. Что? Ниндзя Буги. На Вивере. И... ВИДЖИ-01. На... Аппарате. Дафа. Калокверк. С сетом каким-то. Какой-то... Не очень... Какой-то не очень, в общем, сет. Реально не очень сет. Чейнс на Вайпере. Луби. Шейкер. КС. Эмбер. И... Остается... Факен Лэнд. На Чене. Маус. Проблем. Найс. Ну, а че? Не, ерунда. Ну, как бы уже... Следующий матч, по идее, должен начинаться. А нас... Я говорю, этого админа просто застрелить нужно. Ну, а... Я говорю, это админа. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... У Каспера уже игра кончилась А у меня первая минута и пауза еще стоит Отлично живем Просто замечательно Ненавижу, ненавижу Доту, ненавижу Почему за меня, почему не против 30 секунд В чате такой просто карнавал творится Карнавалище? Продолжение следует... Так, ну что, трипла у нас, значит, обосновалась на топе Эмбер Спирит вместе с Шейкером пока будут стоять против них Плюс Чен будет вылазить Но... Эмбер... Вот почему я и говорил, что Эмбер Спириту желательно стоять в миде А Вайпер бы на Изи Лайне, он все-таки Вместе с Шейкером было бы ему гораздо проще Но вот видите Вот, казалось бы, это очевидные вещи Даже мне понятные, да А я далеко не профессиональный дотер Но почему-то этого не делают ФД И это серьезная ошибка Эмбер Спирит против Бэтрайдера в миде Легко бы отстоял Вот прям вообще легко А Вайпер бы на топе хоть как-то бы Стоял на своей линии и что-то имел бы Конечно, понятное дело, что Вайперу тоже было бы здесь не сладко Так как там Телекинез, Чинни Лентач и Вивер со своими шокучами и прочим Разваливали бы его за секунду Но Эмбер вообще к крипам не подойдет И Вайпер такой герой, что даже если он будет голый, он хоть что-то из себя представляет А вот Эмбер голый, это полный ноль Так, и пока непонятно, куда бежать Чену Чен решил пойти в сторону Опарэйшн А в общем говоря, Чен припрыгнул, это без шансов Ну, со всех сторон оккупировали Сюда еще прибежал Шейкер, но его убить не получится И начало довольно неплохое для ребят из XTN Боже, в общем как-то так Они получили ферст пик, когда просили секонд пик Ну, будем надеяться, что это действительно повлияет на ход игры Пока вроде все нормально, начали хорошо Другой вопрос в том, что дальше ведь этот админ будет такую же дрянь делать Такую же грязь Его будут просить либо ФП, либо второй пик Он будет давать то, что ему в бошку пришло, его бестолковую Где он, интересно, в правилах вычитал Вот то, что ему в голову реально пришло Я даже не знаю, как такой логикой можно пользоваться Это все равно, что знаете, когда тебя спрашивают Тебе ФП или второй пик, одна команда выбирает ФП А вторая команда выбирает, короче, Радиант Представим, что все команды из тысячи команд 999 команд всегда выбирают Дайер И тут одна команда решила выбрать Радиант И ей тупо не позволяют, потому что Лол, да как так? Ты не можешь? Все же выбирают Дайер Бери тоже Дайер, что ты тупишь? Повесили 4 стака масел на Вайпера Вайпер замораживается И Вайпера должны забрать Последнюю тучку сделать Он просто-напросто его сжигает Файерфлайм Флокер подтянулся У Клокверка могут быть тоже проблемы Слушай, братюнь, ты вешай на него масло и бей с руки Что ты его боишься? А, Файерфлай кончился Файерфлай кончился Батареи мне достает Тапочки есть и там, и там Все, пошел просто в обратную сторону Батареи тоже заканчиваются Убить не удается Но Клокверк все равно не зря прилетел Он получил халявный эксп За Рубика, которого убили Так что вполне норм Знаете, админ сейчас показал Насколько он Всю свою власть Знаете, над ситуацией Там 20 человек ему толдычат Одно Он поступил по-своему И ему ничего все равно Как бы не сделаешь Я надеюсь, просто с него админку Потом заберут и все Так, не знаю Что ему еще можно сделать Шейкер отвалился Больно Эмберу Но Эмбер живет Эмбер там попытался забрать Рубика Ничего не вышло Но не хватает здесь на самом деле Третьего героя А третий герой пока Бегает по карте И пытается Как-то Хоть пользу принести Батареи третьего Хукшот есть Дума должны сейчас взять Дум играет осторожно Чего-то боится Так, вот он Вот он Пошел в лес Нет Не пошел в лес Кушает тангус Ну и давай Клокверк Вылази уже Чен тут Заждался Ну Клокверк Не агрессирует Чен в итоге Тоже слоупочет И никто Ни на кого не нападает О О Сеточка Коги Ломает Коги Зачем-то Говорит Выходи, братюня Ну тут, конечно Без шансов Шейкер еще подтянулся Я думаю Без шейкера бы справились Оставили Эмбер Спирита На топе Одного Как он теперь тут Вообще должен стоять Я не знаю Так Уходит Ну вот так вот и будет стоять Шестой левел поднял И Тупо Одного крипа убил Убежал Одного крипа убил Убежал И Судя по кулдаунам Тут много крипов Он не убьет Пока есть 19 Тем временем Призовой фонд Интернешнл Становится уже просто Ужасающий 5 миллионов 100 тысяч Охренеть 5 миллионов 106 тысяч Уже скоро 107 тысяч будет Это что-то Неслыханное Такого призового фонда Мало Кто ожидал Так Начинается драка Думбрингер Вешает ультимейт Ну и вроде Дум по идее Отсюда должен идти Его поймать не удалось Я не знаю Хукшоты свои экономят Сейчас врываться Очень опасно Врывается под Т2 Тауэр Рубика Расстреливают Минус рубик Фиссура Думбрингера Не бьют Флокверка Отправили на базу Он выживает Кинул рокет Перед тем Как улететь Виверочек На топе 1-0 36 крипов Эмбр спирит 26 крипов Ну против одного Вивера Еще как-то Можно ластхитить Опарэйшн Решил постоять Вместе с Думом Папарата На седьмой минуте Четвертый левел Не супер хорошо Чем быстрее Подымет шестой Тем конечно же Лучше И он сейчас Вот как раз таки Над этим работает Ну рубика пока Тоже четвертый С вормы И это Конечная Но Так Ай-яй-яй Ай-яй-яй Он еще и Телепорт Юзает Боже мой Ха-ха-ха Вот это Шейкер Как он Вовремя пришел Какая Печальная Ситуация Оставил Ремнант И Эмбер Спирит Да Вот такой Эмбер Спирит Он по сути Даже ничего не задоджил Просто была Фиссура Заюзана Вивер Хотел сделать Тычку Не смог Так Рубик Умирает Прям под Тауэром Аппарат Остался Теперь один Пошустрее Будет Левел Тикать Или нет Клокверк Виджет вниз Это будет Ганг Пох 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 Угу Аммммв Не Получилось Поймать А тем Времени В миде Doombringer Забирает Вайпера Шустро Шустро Причем Айтемов Как бы Как таковых нет Каким образом получилось забрать А, тут Бэтрайдер еще цапнул его ультой Все, тогда понятно Я уже думал он в соло смог сделать килл Виверочек с базилкой Пушат линию Тауэр тут без шансов упадет Вопрос, будут ли дефать Так, фиссура Какая же она классная, эта фиссура Эмпшик Подтягивается Эмбер Привязал двух героев Хорошо, хокшот Отличный просто рассказ, ребят От ФД, забирает Эншент Аппарэйшн, забирает Бэтрайдера Это минус 3 в сложности, Думбридер делает 1 килл Но его тоже заберут, конечно же Бежит Дум, хочет застанет, но он Умирает, фраг еще и достается Эмбер Спириту, что Очень важно 6 на 10, вперед вырывается ФД, начинает лидировать Очень плотно По экспей Золото, пока графики более-менее ровненько держатся Руна Мне этот шейкер определенно нравится Очень хорошо отыгрывает Очень крутые ТП сейвы Плюс ко всему он контролит руны И вообще делает все как надо То есть находится на той части карты На которой нужно Доправляются на топ Дум плюс кто-то тут у нас еще Бэтрайдер В двоечка гангует Не мелочаться Эмбер Спирит Понял, что запахло чем-то Нехорошим Так Лол Эти два ТП было видно Эти два телепорта было видно Вот какие грамотные ворды И все равно подставился Ты ж посмотри, а? А Дум повесить? Лол Вешать же Дум Повесил А Эмбер Спирит Видать не было ни одного ремнанта И просто-напросто Сгорит сейчас Вот Дума Если ее там кто-то не задинает Луби Луби, Луби, Луби Никто не заэтовал Не задинаил Виверочек вводит крипов далеко за Тауэр Рубик пока в миде Тоже работает над своим ультимейтом У аппарата ульты так же до сих пор нет Бэтрайдер Бэтрайдер Пока что Даггер есть По кулдауну Ульты Ганга есть Что еще нужно для счастья? Очень победный Вайпер Я не знаю, что он здесь делает Он просто решил нафидить Так Ну продамажили Бэтрайдера неплохо Вайпер зря, конечно, тут был Даже при учете, что Шейкер вроде как сейвит Отомстили Должны добивать Так Дум подтянулся Ульта в кулдау И с руки наваливает очень больно Но убить не удается А Вивер там в лесу Со своими шокучами И в хп очень мало Клакверк без маны Хукшот не даст Ой Лол Хукшот появился Хукшот появился Будет юзать? Нет Не стал Ну, на батарее все равно не хватает Поэтому одного хукшота Наверное было бы мало Может и нет Но он бы все равно Промахнулся По-любому Опа Опа Клюкверк Хукшот В кого-нибудь перед Лол Даже хукшот не заездил До конца гейминг До конца гейминг Это не про него Вуйпер Радианс Мид Тауэр Опа Привязывают домбрингера И закидывают Закидывают его Какахами Ну, слушайте Толстый дум С мекой-то Его так просто не взять Пошел Эмберспирит Жжет Это минус Оперейшн Закинул ультимейт Че, но очень неприятно Он Есть у него ульт Но заюзать не может И в итоге Сейчас надо как-то перетерпеть Его больше никто не дамажит И даже не придется Этот ультимейт тратить Пока ФД Справляются Даже без ульт-ченов Все у них хорошо Выиграли файт Единственный, кто побит Это Вот этот вот дядька На кабанчике На 14 минуте Первый ультимейт Оперейшн Увидел Жизнь удалась Вивер Ультимейт орд Перед Тоже за 14 минут Не супер-айтемы Но линкен Более-менее Тайминговый Должен быть Здесь Потихоньку Бледмейлы варятся Почти Аганиму Вайпером Думбрингер Ничего нового Также Бэтрайдера Бэтрайдер запрыгнул Но Кривовато Спануть не удалось Ну и Тавер будут Грызть Они методично Сносят Тавер за Тавером Пока Тавер Правда Упал только Один Не совсем Методично Но Как минимум Они хотя бы Пытаются Это делать ФД Они больше Файтятся Перекин Пошел Лайсбласт Вешается Дум Очень больно Амбраспириту Это однозначно Минус И тут погоня За шейкером Шейкерочка Цеплять Цеплять Ой Ты ж посмотри Сколько шейкер Дэмэджа вливает Ну тиммейтов Рядом нет Хоть что Хоть Кто-то Кто-то бы помог Боже Я уже заикаться Начинаю Рубик должен Отваливаться Минус Пошел Под батареями Оперейшена Завалили И теперь Вот остался Рейд босс Смотрите Какой он толстый ТП аут Лол Или это не был ТП аут Огрхлаб себе покупает Походу Это не был ТП аут Это был Или это был ТП аут Который ему сбили Не пойми чем Нет Тут ничем Вроде не могли Сбить Происше батареи Вы извините Ребята Что я так торможу Просто Вот График Когда ты Комментируешь Ночью А потом Переключаешься На утро И короче Вот так вот Резко его меняешь Меня немножко Подкашивает Я Слегка Слоупочу Но Ничего Раздуплюсь Все будет ох Поэтому Сейчас могу Немножко Притормаживать И Не совсем Даже иногда Внятно Выговаривать Что-то 1800 1800 Батрайдера Бам 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 Батрайдер Себе может Уже Доделывать Форс Что он В общем-то И сделал Ого Это что за Эффект Такой Пиной Прикольный Эффект Прикольно Выглядит И правда Так И ФД Опять Собрались Вместе Будут Что-то Ломать Тауэр На топе Здесь Устремились Куда Куда-то Устремились Могут попытаться Забрать Рошана Но по-моему Это Ну Они же Сейчас Видят Где Находятся ФД Пойдут В ответ Ломать Т2 Тауэр Ясно На топе Тауэр Упал Падает Следующий Тауэр Айс Бласт Ну Немного Умерит Пыл ФД Т2 Тауэр Сломать Не Удастся Но Здесь Как бы Т2 Тауэр Даже Даже Не покорябали В итоге Потеряли Вышку И в ответ Ничего не сделали Не убили Не сломали В ответ Ничего В пробном счёту Полетел Батрайдер И обратно полетел Хе-хе Хорошее нападение Качественное Сет на Клокверка В чате пишут Говно какое-то Согласен Он не то что В общем Какаха Редкостная Вообще Не понимаю Зачем Такие сеты Нужны Которые Хуже Чем Обычный Обычный Ну то есть Если ты делаешь Какую-то шмотку То она должна быть Как минимум Круче Чем Дефолт Этот сет Больше похож На какую-то Жестяную Банку Одетую На Клокверка На Клокверка На Клокверке Теперь уже Хотят спушить Линию Радиант Но Вряд ли у них Там что-то получится Или Они долго будут Этот Тауэр Грист Если ФД захотят Они задефят Но походу ФД просто хотят Взять В ответ Тауэр Вешает Свой Ультимет Нет Не вешает Не дали ему Нормально Раскистоваться Сразу Разбили ему Каст Дума И в итоге Тупо убили Вообще Не дав Ничего Заюзать Нормально Просто Замечательно Так Пошла Ульта Вайпера Вайпер Достаточно Побитый Но Убить его Тут нечем А вот Рубрика Здесь Разобрали Блин Что там за хрень Происходит Понять не могу Отвлекает У меня нехорошие люди 4 тысячи золота 500 экспы Ну Только золото Более менее Показатель Еще нормальный ФД преимущество Хотя бы По экспе имеют А по золоту Разница совсем маленькая Тут пока не ясно Кто сильней Из-за вот этих Жестких задержек Плюс еще игра Очень Такая ровная Хоть 11-19 счет Но игра Реально очень ровная Непонятно Кто тут втащит Дэбл дэмэдж Клокверка Клокверка Бутылев Бутылев Мэйл Оберклаб Но клокверк Упакован Неплохо 429 Он вообще В принципе Делается Очень круто Приносит Очень много пользы Виверочек Пока сделал Линкен Тоже Ну Достаточно Хорошие Айтемы На Нетворце Если глянем 8400 Вайпер 7900 И Эмбер 7000 Ну По сути И там И там Есть герои Которые в лейте Жесткие Есть Герои Которые Всегда Жесткие Как Дум Он будет Свою ульт Вешать И минусовать Одного героя Воу Воу Так Вот тут уже Агонимчик За месте Будет заплевывать Бэтрайдеру Даже неприятно Особенно Если он не успеет С даггера Цепануть ультой То дальше Он уже Тупо Не доползет БФ Появляется Не самый Тайминговый Но Все таки Появился Миди Вытащил Вытащил И тут рвается Клокер Пытается помочь Но ничего не выходит Вайпер Самый толстый Герой на этой карте Умирает Практически За секунду Чен Вязает Мьяко У него еще есть Ультимейт Его бы тоже Желательно Ображать Таймлапс идет Виверочка Не удалось Убить Оу Чен С такими ХП Ставит Вард Как же он Нагло Играет Подошел Подошел Поставил Коги Рубик Отхиливаются Скрейшн Клокер Пугает всех Ну Хукшот у него Все равно В кд Поэтому Пугай не пугается Обынуть Никого не сможешь Эмберспирит Прыгает Вперед Рокет Далвижен Аппарата Сейчас должны Зацепить Ну Ой 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 Зафейлился Аппарата Как-то поздновато Увидел Эмберспирит Но все-таки Убили Хукшот Мимо ТП Аут Тут Эмберспирит Конечно Заслоупочил Просто Если бы Сразу Увидел Аппарата Он бы на него Прыгнул Сделал фраг А потом бы может быть И Думбрингера Получилось бы убить Он бы не так далеко Убежал Дал бы тот же Вижен И Клоктер бы Ворвался Подрубается Фаерфлай Крипов За собой Уведет И при этом Все сгорят Тауэр в обиду Своим не дает Чен Такая позиция У него довольно опасная Ну Вивер на топе Поэтому Здесь могут ФД делать Все что хотят До тех пор Пока не вернется Вивер Думбрингер Делает себе Бкб Ульта у него Имеется Эмбер спирит Поставил ремнант И на топ Пошел Сейчас задехит Линию Бам-бам-бам Пока Не особо Замечается Вот этот Сплайш Который Фигарит Сказал Он вообще Не замечается Он просто С руки Бьет гораздо Больнее По этим Крипам Чем С фистов И отступает ФД Под смоками Теперь Икскрейшн Хотят напасть Да Кстати Из утиных Историй Нароб Это Смахивает Согласен Виверочек Поднимает Лапки Перемещается На ботом Лайн И пошел Дальше Себе фармить Надо Дезолятор Делать Чтобы был Какой-то Дэмэдж Потому что В данный Момент Вивер Просто Такой Маленький Жучок Паучок Который Противный Он должен Убивать 1600 Уэмбара 2000 О-о О-о Появляется Даггер Вот Теперь Шейкер Становится Опаснее В разы Теперь Можно Ловить Теперь Можно Убивать Рубик Фармит Нейтралов 11 Левел Хочет Себе Взять У Вивера Почти Дезолька Остается Совсем Чуть-чуть До Дезолятора Полетел Айс Бласт Айс Бласт Вник Да Опа Прыгнул Батрайдер Цепануть Не удалось Но Его вроде Как Не убивает Нет Все-таки Ворвался Клокер Не отпускает Здесь Батрайдера И помочь Ему Никто Не в силах Это еще И минус Т2 Тауэр Вивер Себе Уже Почти Доделал Дезоль Эмбер Спирит Тоже Довольно Хорошее Количество Золота Нафармил Ну Вообще В принципе 10 1000 Одного 11 1000 Другого То есть Разница Не совсем Большая Дабл Дэмэдж У Вивера Ну давай Без Дезолятора Попробуй Убить Вайпера Закидывает Ульту Ну и Боится Боится Виверок Где дальше Ну слушайте Вайпер По-моему Немного Наглеет Сейчас бы Вивер Не Вивер Не стал Дойти Потому что Шейкер Дал Фиссуру На всякие Пожарные А вдруг Там Вивер Где-то Стоит Подставляется Но Вивер Более Саевовый Был бы у него Дизоль Он бы его Развалил За секунду Вивер Вообще В целом Молодец Он довольно Шустро Свои айтемы Выфармливает Перетянулись Нарошено ФД Хотят Нахалявить У Эмбер Спирита На кармане 3000 голды Но он ничего Не покупает Давай уже Делай себе Там второй БФ Покупай себе Клейморы Всякие Бродсворды Хоть что-то Ак Опять Батрайдер Ворвался В этот раз Он все-таки Вытянул Но Он вытянул Эмбер Спирита Который Как только Раздуплился Сразу ушел Не самая лучшая Так скажем Цель Особенно Если твои Тиммейты Далеко Находятся Хокшот Отклак Верка Ставят Коги Цепанул Вивера Вивер Вайпер Сделать Толком Ничего Не может Разве что Там Как-то Ковырять С руки Ну Рубик Точно Не жилец Друг друга Жгут Щитом Бам Бам Могли бы Даже Фраг Оставить Своему Керри Но Не стали Этой Штукой Заниматься Не обязательно Так скажем У этого Керри И так Все вполне Хорошо По Эксп 2000 Опять По Золоту 1000 Преимущество Почему-то Не хочет Как-то Более Солидно Расти Чью-либо Сторону Везде Ровненько Ну Везде Имеется Ввиду На протяжении Все игры Ну Вот он И дизоль Виверочка Виверочек Виверок Фиссура От шейкера Вот Шейкер Является Отчасти Контроль Виверу Потому что Если шейкер Взорвется В толпе И там Будет Вивер То Его раздавят И никакой Линкин Не спасет Он даже Из баши Не вылезет У шейкера Сейчас Уже И тотем Скоро будет Промакшен Там Дает полный прокаст Бахает тотем И бьет Все Давай До свидания Вивер Так Ну и Начинают Потихонечку Спушивать Батрайдер Форстаггер Превала Такой Хороший Батрайдер Довольно Шустренький Но ему Тяжело Будет Безусловно Айсбласт Ого По всем Практически Попал Нет Не практически Он по всем Попал Вивер С дизелькой Ломает Маглый Тауэр О боже Какая Боль Обалдеть Вот это Тычки Залетает Последняя Тычка Эмбер Спирит Умирает Но у него Есть Аегис Вивер Просто Лютый Он разорвал Шейкера На части Он разрывает О бра-тюня Бра-тюня Ха-ха-ха Бладмейлы Вот это Конечно Было Нежданно Клокверка Тоже забирает Под когами Застрял Выбраться Не может Ждет Пока коги Закончится Вот это Да Вот это Поворот Виверочек Не ожидал Явно Такой подставы Таймлапс Наса не успел Сам себя Убил Собственным Дэмэджем Клокверк Ну вот Не зря Он купил Эти Бладмейлы И вообще Клокверк 7-3-10 Делает Все Как надо На Батрайдере Форс Даггер Тревел Ничего не Меняется Пайпа Такие Конечно Себе Айтемы До 30 минуты Но Пока Пока Хватает Просто Проблема в том Что вайперу Надо стараться Как-то Либо Ломать Теверап С тиммейтами И Близить Эту игру К концу Либо Пошустрее Какие-то Айтемы Фармить С другой стороны Тут Лейт потенциал На эмбере Держится А не на вайпере Думбрингер С даггером И там И там Лейт Хороший Как мы Видели Сейчас Вивер В соло Практически Убил Двух героев Ну не Практически Он убил Двух героев Выбил Аегис Но За секунду Умер От клокверка И если Он точно Так же Умрет За секунду От клокверка Не сделав Предыдущие Килы То это Будет Печально Так У клокверка Кстати Какая-то Дрянь в руках Вместо гаечного Ключа Надо будет Чек Вот что-то Такое Вивер Спрятался Так Высунулся Вивер А скролл У него В кд Ого Ого Уматывает Потихонечку Так И что там У клокверка В руке Какой-то Клокмастер Хук Какая-то Короче Бред У него В руке Да и дал Сделал Амбар Спирит У Вивера 1400 Пока вроде Более Угрожающий Выглядит FD Если только аппарат Не выдаст там Ульту по пятерым Как это было в прошлый раз Потому что Ченон Смеки И ульты Выхиливать будет Очень много А у X-Creation Такого нет При том что еще есть Вайпер с пайпой Что тоже очень важно Ice Blast Попадает Ну вот она пайпа Она тупо все Доджит У Эмбара еще Своя пайпа есть Встроенная Забрали Тауэр Хукшот Никуда Вивер Пошел 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 Вниз Фурмить Понимает что Там на Эмбере Уже начинают Появляться Такие айтемы Которые Могут Просто дать ему Возможность Убить с одного удара Всю команду С одного фиста И ему нужно Поджать Тоже Увеличить Свой дэмэдж И посмотри Как действует ФД Они Сломали Тауэр Сразу Перетягиваются Вниз На Вивера Все Им внешних Тауэров Больше нет Ломать нечего Сейчас осталось Только Гонять Вивера Не давать ему Особо фармить Чтобы он В лейте Не затащил Ну и Ботом Лайн Пушить Наверное Приятнее всего Потому что Все остальные Линии На топе Еще более-менее Ну Ботом Самый такой Простой В пуше Лайн Сформ Откидывает Виверу Дали Фиссурой Сразу Известно Гост Без разбора Потому что У Вивера Там домогал Гого сколько Подтянулся К своим Тиммейтам Сейчас Судя По всему Будет Драка Или Нет Разбегаются Не знаю Почему-то Друг друга Избегают Вивер По идее Уже Вполне Боевой Но Драться Не хотят А вот ФД Напротив Заходит На хайграунд ФД Под Пайпой Переждать Главное Сбласт Который Будет Чену И Дать Меку Дать Свой Ульт Отхилит Нормально Вивер Тупо Сплит Пушит Пока Особо Т3 Тауэр Быстро Не получается Ломать Пошел Сбласт Входит Никуда Прыгает Батрайдер Вытягивает Вайпера Вайпер Очень плотный Его Долго будут Пинать Подтянулся Вивер Но И Отступили ФД Т3 Тауэр Так и не сломали Потеряли Свой Т2 И Как бы Это не есть Хорошо Потому что Виверу достался Этот Тауэр У него Уже Тысяча А нет Четырнадцать Тысяч пятьсот Ну Такой Ненамного Опережает Эмбер Спирита У Эмбера БФ Да и Даус Второго БФа Мы не видим Я думаю Оно ему И не надо И с одним Норм Больше Дэмэджа Чтоб Вот этих Товарищей Жирных Сбревала Шейкер Даггер Гост Ему тоже По сути Ничего Больше Не нужно Клоквер Тут еще И даггер Появился Ого Гост Есть У Чена Вот какой-то Тухловатый Думбрингер Как-то Вот у него Мека БКБ И он Семь пять Статистику Имеет То есть он Тупо ворвался Повесил Ульт Дал Меку И больше Ничего Не делает У него даже Ауры Какой Толковый Нет А тут волка Подчинили А нет Стоп Это просто Рандомный Крип Лучше бы он Волка Съел Виверочку Дэмэдж Лишним бы Точно не был Там плюс 40 от урона Было бы Примерно С этого волка Ну а здесь По айтемам Вроде Ничего особого Не изменилось И опять же Графики На протяжении Всей игры Там максимум 2000 Было Отклонения И все По экспе 4000 Игра Идет Очень ровная Спасибо Конечно Админу За задержку Такую Так Хокшот Цапнули Вивер Ну вот Он тот Самый Шейкер Который Из Дизейбла Вивера Не выпускает Развалили Толпой Как они Как они вообще Это Вот Вивер Это Один из Самых Таких Противных Героев Особенно Когда у него Есть Линки Как его Вообще В принципе Возможно Цеплять Убивать Как сейчас Прикол И вновь Не получается У ФД Зайти На Хай Граунд Опять же Им Не дают Этого Сделать Член Отхиливается Смеки Вивер Пошел Когами Зажало И Форсом Уходит Клоквер А нет Его на базу ТП шила Чена ТП шит Вперед Ногами И плюс Мидл Здесь Спушился Но Т3 Тауэр Не просел Так что Все нормально Но Я могу Сказать Что И очень Все хорошо У ФД Они Смогли Ну Они Убивают Постоянно Методично Вырубают То Вивера То Думбрингера Ну А на Хай Граунд Из-за Вот этого Байбека Зайти Не удалось Они Теряют Своих Игроков Есть Рошан Сейчас Пойдут На него Или Не пойдут Вообще По идее Надо идти Вивер Его в соло Там Может Бахнуть Просто Немножко Подстраховывать И все 3 3800 Уембер Спирита Удума Это Это Уже Совсем Терпильный Конечно Айтем Но Из-за Того Что ФД Его Из Дизейбла Не выпускают Он понял Без БКБ Не Вариант Шейкер Спалил Его Вивер Рошика Чена Сейчас Попытаются Взять Сразу Конечно Жизается Гост Фиссура Шейкер Врыв Будет Все Сразу Подрубают БКБ Врываться Смысл Не имеет Вытягивают Клохерка Клохерка Разрывает На части Для Шейкера Наступили Тяжелые Времена Все Почти Купили БКБ Основные Персонажи Вайпер Опять Получает Ульту И тут И он Опять же Ничего Вообще Сделать Не может В принципе То он не так много делает Даже если на нем Не висит этот Дум А так Даже Ультимейт свой Закинуть Не может Единственное Что он делает Если на него Не вешать Дум Он закидывает Ульту А тут Даже Этой возможности У него нет И все Сразу Пытаются Забрать Рошана Вайпер БК А какого Чёрта Они убегают Сразу Понять Не могу Там же Клохерка Еще нет Есть только Чен Клохерка Байбэк Анима Испугались На топе Сколько денег Сейчас визерок поднимется Пошел из бласт Ташаны хотят забрать ФД Такое наглое решение с их стороны Но так как они за Дайер Можно себе подобное позволить 5000 у Эмбера Сейчас вот если он Заберет Аегис, он себе точно купит Какой-то хороший шмот Закидывает с формы Подрубается БКБ И Батрайдер вытягивает Шейкера Шейкера минуснуть не удается Отправили его на базу Клокверк врубил БКБ И тоже смог уйти И опять же Дум Повесит, повесит, ну-ка Стан, Дум, ну да Все опять вайпер, вайпер его уже тупо ненавидит Фиссура не в ту сторону перекрывает Но Думрингера все равно не отпустили Это минус 80 секунд не будет Думрингера Он же байбекался до этого И теперь воскрешаться ему гораздо дольше 777 статистика Мне должна быть статистика 666 Неправильный Дум Ну и у Эмбера теперь будет Аегис Аегис и 5800 Чувак, давай Аропиру Давай Аропиру У тебя же есть Аегис Че париться Берешь Аропиру Выигрываешь доту Чисто на мужика 43-я минута Хороший скилл, кстати, своровал Рубик Стоит отметить Не, ну шутки шутками А если про макшены вот этот Энчант тотем своровать То у Рубика Будет там Под 7 сотен урона Ой, подождите, какой 7? Что-то я... Ну, 5 сотен урона будет Примерно А это немало Учитывая, что кулдаун 5 секунд То есть ты жмешь этот скилл Он откатывает Ты кому-то бьешь в лицо Снова его жмешь Снова бьешь в лицо И наносишь 800 урона физического За там буквально Сколько? 2 секунды Как бы это немало Даже не 800 А 1000 урона физического Пока он может нанести Ну, считай по 200 За каждый 400 урона Не считая свой, естественно Думрингер в Шиву выходит А Кираса тут у кого-то есть? Нет, Кирасы ни у кого нет Ну, тогда зря он это делает Было бы гораздо Профитнее сделать Кирасу Во-первых Минус армор Был бы еще жестче Чем он на данный момент имеется А имеется он пока За счет одного Вивера С его С вормами И Дезолятором А так еще сверху Кираса бы выжигала армор Да и ДПС у Думрингера Увеличился бы Ну, сделал Шиву Что в принципе Тоже довольно неплохо Шиву айтем Который дает Много всяких плюшечек Этому герою Но, опять же Мое мнение Кираса лучше Шива В плане того Что она маны много дает Ему эта мана нафиг не нужна У него арканы есть Ему и так хватает Этой маны На все свои скиллы А вот ДПС Увеличивать На затяжную игру Стоило бы 1900 у Эмбера Теперь я чувствую Дум нужно будет вешать Как-то на него Взял он себе Линкин 4600 Виверок Деньги начинают уже Прибавляться нереальные Крипов много И постоянно Вот смотришь Что у одного Там под 5 косарей И у второго Собрались опять ФД вместе Аегис надо Как-то реализовывать Эмбер Спирит Просто такой герой Который не подставляется И вопрос в том Стоит ли ему Отдавать этот Аегис Потому что он Его реализовать Толково не сможет Ну что Подтягиваются К хайграунду Т3 Тауэр Наполовину продамажен Даже больше Банка Подрубается Пайпа И Тауэр падает Есть глиф Оттягивают Вивер в это время Мид пушит И пушит Довольно неплохо Вивер себе еще И ривер купил Боже мой Вивер решил Что ДПС Айтемы Не обязательно покупать Надо себе взять Кучу жира И тогда Ты типа Будешь долго жить И соответственно Долго дамажить Ну Такой себе Конечно вариант Но почему бы нет Заплевываю Думбрингера Рубик Вот в Рубика Если заплюнул Убил бы Клокер Врывается Делает килл Подрубается БКБ Вытягивает Под фонтан Клокверка Клокер приехал Зря-то конечно Он поступил Один в один Размен Дум повесили Опять на вайпера Полетел из глаз Из глаз попадает По двоим Шекер с даггера Ворваться не сможет На него еще С формы летят Но С формами-то он Разберется быстро Думбрингера Девять Девять сотен крит Боже мой Как больно Вивер там тоже Очень больно Дамажит Убили шейкера Так Эмберу должны Выбить как минимум Маегис Вивер где ты бегаешь Вообще Вивер просто тормозит Очень долго Но все-таки Убили И Эмбер Спирит Сейчас Банка Упрыгивает У него еще есть Три ремнанта С которых он может Упрыгать Раз Два И все Вивер не стал За ним гнаться У Вивера Тарасочка Линкин БКБ Три айтема На сейв Боже мой Какой он Все-таки Наркоман Это конечно Перебор Три айтема На сейв Это реально Перебор Не знаю После линкина БКБ Тараску еще сделать Когда у тебя Из демедж айтемов Только дезолятор Лучше бы Тогда хотя бы Баттерфляй Просто взял Там какие-то Лисы Все такое И на демедж Влияет этот айтем Неплохо Тут Такое себе Ну следующий айтем Точно должен быть Баттерфляем Вообще не ощущает Вылетела крита Только что в 900 Вивер ее не заметил Наклую забирает Т2 Тауэр Вязает Зачем-то таймлапс А нет Это Линкин сбили Это просто Линкин сбили Вайпер проседает Уже у Вайпера Минут так Десять А то и пятнадцать Айтемы новые Не появлялись И это Очень плохо Ну тот Как раз таки Минус Который у Вайпера Имеется Он в затяжных играх Толком себе Ничего не покупает Так что у нас Виде происходит Повесили Дум на Эмбера Эмбера отправили На базу Ну а Чена Чена удалось Каким-то образом Упустить Но это потому что Ультимейт и всякие Да там Дизейблы Они Вот 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 таким образом Тратятся На Чена Не хочется тратить Вот такую Штуку хорошую Шейкер дал фиссуру Все равно это не спасает От Шейкера Сейчас Нужен шикарный Врыв Чтобы он Взорвал там Под крипами Всю вражескую команду Вивер Он боится При том что у него Такие айтемы Он все равно боится Что же ему надо Купить Чтобы не бояться Один покупает Все на демедж Ну почти все За исключением Вот этой штуки А другой покупает Все на хп И кто кого Терпила Или мужик Мужик или терпила Терпила мужик Думбрингер 2300 Не ну я до сих пор Вот смотрю на эту Шиву И она мне Глаза мозолит Вот все же Кираса тут Была бы В сотню раз Полезней Вот райдер В этот раз Все таки Чена Вытянул И Гост успевает Чен подрубить У него еще есть Мека Плюс у него Унта Все хорошо Подхилил Все равно конечно умирает Но очень долго Убивали Чена В это время Тиммейты подтянулись Но помощи Как мы видим Толковые оказать Не смогли Даггераут Вивер Достает же Ведь достает Этого шейкера Связала И в итоге Шейкер за счет Этого живет Вапер делает Алибарду Взял себе Сэнджу пока Надо было ему Талисман брать Потому что там его Очень жестко Вивер Постоянно нахлобучивает Основной урон Встандаливает вивер У вивера Тычка такая Что ого-го Там один удар Как это сэнджа ХП дает Четыре с чем-то Что там у Эмбара У Эмбара Второй БФ появился Тоже Опять же Такой Сомнительный выбор Сэндж Ой сэндж Второй БФ В то время Как у тебя Изначально Был куплен Один и Дейдалус Ну Но опять же Ладно Не важно В общем Я что-то Слишком много Придираюсь К этим командам Опа Шейкер Ворвался Опа Хукшот Мимо Пара-пара-пам Ходи ставят Клокверк Но его все равно Вытягивает Файпер заплевывает В батрайдера На базу отправили Клокверка Жить будет И Вивер Начинает Наваливать В спину ТП аут На Чена Переключается Чен еще и с бласт Получил Подрубил гост Но Вивер его все равно Бить не может Поэтому Чен Даже пытается С бластом Ничего не делает Он никак не умрет Шейкер вниз Пошел 3 800 Удумаю Что теперь возьмет Скуши ты этого волка Не понимаю Че он его не ест Он ждет Аллилуйя Аллилуйя Просто Вау Он все таки Допер Он все таки Понял Что волк Это круто Ну теперь у Вивера Плюс демедж Будет очень солидный Там аура Это дает Сколько у нас Так И то смотрю Вот 30% Бонус демедж Это реально много Это реально много И учитывая Что у Вивера 150 урона То Вот 30% От этих 150 Это очень и очень круто Это очень и очень круто Считай Больше чем Сакрит Так Пошел Лайсбласт Вайпер Отправили его на базу Клакверка Разорвали На части Чен Тоже Умирает Охренеть У него Плюс 140 урона Просто Полтинник На халяву И столько времени Он не покупал Не брал этого хрипа Неужели не везло Там по моему Были эти Волки Ну не может быть Семь на 40 минут Не найти ни одной Пачки волков Это просто нереально Версуто хейтит вайпера Да нет Я не хейчу вайпера Лол Все нормально Адекватно Заходит Заходит Надеется Что Игра закончилась Ты ждешь Кого-то из этих команд Вот так вот Да А я Сижу тут И вот этих Ребят Докомментирую Докомменчиваю Рубик Жив Шейкер Нет Ему меньше повезло Чем Рубику Отхиливаются И пушат дальше Но здесь вроде уже Викс Крейшн Должны Сломать их Минимум линию А дальше Непонятно Дальше что будет Вроде бы Вроде бы Все идет К победе Но здесь на самом деле Организаторы виноваты Из-за того что Так-то по сути 56 минут Не супер долго Игра И дольше Видали Там 40 или 50 минут Организаторы Стартануть не могли На Вивера Он тут Не особо парится Из-за Таймлапс КП снова полный У него еще На случай чего БКБ есть Линкен Нормальный такой дядя Убегает Ну лайн сломали Нижний лайн У них сломан Поэтому теперь Надо идти По ботам Лайну Сейчас будут пытаться Сбивать телепорты Но не получается Есть Рошан Эмбер Эмбер Спирит 4900 Черт его знает Сейчас будет Аегис Еще и сыр Вивер покупает МКБ МКБ тут Чтоб всякие вайперы С арибардами Не ходили У меня первая карта С задержкой Началась У всех Когда игра Уже шла Типа свет был Выключен Они почему-то Мою не свертанули Не знаю почему Вайпер Что-то Как-то опять же Жестко проситает Как же ему больно Вот я говорю Он бы лучше себе Талисманов Авэйжен Купил вначале Чем Сейдж Но сейчас уже Не поможет Сейчас уже Есть МКБ Чен успевает Отхилить Под думан Клокверк Точно минус Единственный Походу Кто выживет Это Чен О-о-о-о-о! Вот это дэмэдж! Нормально прошелся, но урона не хватило. Виверу буквально там... Чуть-чуть. Сейчас будет разводить Рошана. Лол. А, я подумал, он Рошана ударил. Шейкер. Думрингер взял за рефрешл. Походу, дело сейчас опять будет драка. Рефрешится еще БКБ Что тоже очень приятно Четырехсекундная правда И так кулдаун маленький Эмбар закидывает свой ремнант Имеет разведку Ну вообще вивер не сильно ощущает Если вылетает крита то да А так не особо Это наверное самые два таких слабых агильщика У которых армора родного мало Одного всего 14 у другого вообще 12 Так хорошо Наегис забирает вивер Виверочек успел своровать Думбрингер повесил ульту Бладмейлы А кто стырил сыр А сыр просто валяется уже полчаса Его забирает Эмбар Спирит Но он заюзать его не может Сейчас уже можно заюзать Прожимает Он еще и потратил байбэк Ему вообще ни в коем случае нельзя умирать Рубик под привязкой буквально на одну тычку Фиссура И сейчас его фистом Тут вайпер его застрелил Да это минус Выпадает кем Три в два Опять же вот у Рошана Такие лютые замесы Вивер Аегис Потерял Забрал Мекку Это кто там такой жесткий Это получается Зажди стоп А Думбрингер выложил Мекку Он выложил Мекку Хотел взять сыр В итоге его там видать опередили Аегис выбили И этот забрал Мекку Лютая каточка конечно получается 33 на 34 Но тут уже графики идут в сторону Икс Крейшн Но правда 60 минута 12 тысяч Это не супер результат Я бы сказал это вообще не результат Я бы сказал это вообще не результат Вместо квалов ЦМ 3К МММ ММР Ну Иногда игры Смахивают на подобное Ну что поделаешь Команды только начинают Когда нибудь Опять же корейцы Они же в лоле там например Играть например вообще не умели Если именно корейцев взять в расчет И потом начали жарить Быть здоров Они сейчас по-моему там в лоле топовые Так что скоро в доте тоже так будет Нашим лучше не расслабляться А учитывая какие там призовые То тем более Уже Блин он реально растет Очень быстро Ну подуспокоились немного команды Надо наверное байбеки посмотреть Байбеки Ну вот 3 байбека У Икс Крейшн И вот FD имеют всего лишь один байбек Поэтому они будут стараться сейчас Ждать своих байбеков 6000 Но эти 6000 ничего не дадут Если ты не сможешь Использовать Для выкупа Рокет на топ Чисто подпушить линию И должны на самом деле Пользоваться Экс Крейшн этим Но если ты Идешь к противнику на хайграунд Байбеки тебе не сильно помогает При том что у тебя нет травелов Вот если бы были травела У Батрайдера например есть Батрайдер умрет Байбекница вернется моментально Этому Но смысла нет байбекаться При пуши У этого тоже нет травелов Так что то произошло Дивайн Ага Все таки он Вот надо было Этот Дивайн покупать еще После убийства первого Рошана Когда у него был БФ Да и Далус И Был этот Был Аегис Взял бы себе Дивайн И закончил бы игру Но испугался Там просто еще В тот момент В Икс Крейшн Вообще ничего сделать не могли Кроме своего спидпуша С вивером Тогда бы Эмбер Прошелся по ним катком Рисково конечно брать Трапиру Но Сейчас же он тоже рискует Причем сейчас он рискует Гораздо больше Так как на такой стадии Если его цапнут Отъедет в мгновение Вивер делает Баттерфляй Не хватит на байбек Если купит Поэтому пока Фармит 150 голды дума И 40 секунд А деньги есть? Деньги есть То есть 5 байбеков Попробуй за пуш Да не знаю как надо Тупить Чтобы проиграть файт 10 на 5 Учена есть байбек Остальных нет И они идут Рошан Ну еще пока Не совсем скоро Два дума Ну считай 8 секундная БКБ Что тоже неплохо Попытка выйти в Хекс Странно конечно Что у аппарата До сих пор нет Аганима Такая минута Как-то аганимчик Можно было бы себе Наборовать Рубик Почему-то больше Фармит чем аппарат Это плохо На самом деле Надо было наоборот У Рубика Рано или поздно Появится Хекс Если игра Вот таким вот образом Будет двигаться Ну в данный момент В момент данный Он имеет хотя бы Возможность байбекнуться Что тоже неплохо Так ну байбеки Уже вроде откатили У Эмбера Теперь денег Не хватает Ну Эмберу Мало вообще Имеет смысла Байбекаться Потому что Если он Профукает рапиру Пиши пропало За исключением Варианта При котором Он поставит Ремнант Умрет Вернется резко Обратно И скаммунякает Этот аегис Свою рапиру Вернет обратно Если ее Как раз Ничего не своруют Ну ведут Идут вперед ФД Батрайдер 3700 Заплевывают его Ну не супер страшно Потерял там ХП Но Живет Тауэр падает Эмбер спилит Стоит позади Понятное дело Что он Сильно подставляться Не будет С такими айтемами Должны тиммейты Подставляться А он просто сзади Фистами накрывает Вивер Пошел У Вивера есть Байбек Спину Попытка взять Шейкера Подрубает БКБ Сразу агрится на Вайпер У Вайпера еще нет Алибарды Повесить он ее не может Вивер Родчик Наваливает Минус Вайпер Теперь еще пытаются Взять Клокверка Клокверк Также минус Думбрингер Повесил ульту На Эмбер спирита Эмбер спирит В полной заднице Это тоже минус Ира Пиро падает Вивер Давай Что выложишь Ничего не выложит Мои глаза Почему я это вижу Ну В принципе Учитывая Что этот Думбрингер Не хотел делать Кирасу Который нет В команде Я не знаю Почему он Решил брать Шиву Есть у него Арканбутсы Но он сделал Еще и Шиву Сделай Кирасу Там Дизоль Есть у Вивера Там все будут Падать в два раза Быстрее У Вайпера Например Того же армора Очень мало Да и вообще Тут армора Ни у кого нет Минус 12 армора И ГГВП Но Думбрингер Сделал Шиву И сейчас Если у него была Кираса Он взял Рапиру Шансов было Вообще ноль Ну ладно Тут Бэтрайдер Даже полезнее будет Чем Дум В плане ДПС Учитывая Какие тут Айтемы Говеные Но купил он Шиву Только из расчета Что берет Рефрешер Тукшот Деггераут Круто Кто из них Керри Охренеть Бэтрайдер Себя чувствует Королем Так Бэтрайдер Подрубает Файерфлай Файерфлай И пошел Вытягивает Вайпера И вайпера Отправляют на базу Затпшили Хекс Должен умирать Клокверк Повесили на него Дум Не пожалел У него все равно Рефреш А Рефреш Кд Да неважно На самом деле Тут После того Как отдали Рапиру Все стало Ясно Заплевывает Вайпер Он даже Саппорта Убить не может У саппорта Есть хекс У вайпера Нет ничего Ну вот Такой герой Вайпер Думблиндер Не особо Ощущает Все то Что тут происходит Шекер Его там Грызет Но не более того Прибывается Шива Опять вот эти Под фонтан Гейминг Давайте ребят Уже ломать Дрон 70 минут Катка Это не смешно Шекер Подрубает Гост Ну и это ГГ Обалдеть Спасибо админам За 40 минут Профуканные В никуда Учитывая Что эта игра Длилась 70 минут Просто ужас Я надеюсь Следующая карта Быстро начнется И не будет Никаких задержек Сейчас Небольшая пауза Музыкальная Никуда не разбегайтесь И скоро К вам вернусь Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребят Тут игра уже началась И уже 23-я 24-я минута Начинается Заруба Нападают У нас получается Оранжи Убивают Двоих RRQ Пока Не особо Хорошо проводят Файт Ликан подрубает Ульпу Получилось убить Пака в ответ Морфинг там Пошел вперед Утрощает обратно Времастера Узает Клэп Утопил подзамедлить Ликана И у Ликана Есть Аегис 40 секунд Кулдаун Ультимейт Покупает Ликан Дезолятор Деньги он не потеряет Если умрет Морфинг прокатывается Вейвом Инвокер Отсюда уходит Всех пытаются Тут как-то Зажать Но Кинетик Филд Закончился Адаптив Страйк Еще буквально Тычечку Это минус 7.15 Оранжи Файт Как ни странно Профухивают Хотя сами его Начали И проиграли Сейчас файт закончится Более-менее Разберемся Что происходит Потому что Предыдущая карта Затянулась Нереально жестко В этой карте Как мы видим Мне приходится Комментировать 25 минуты Найс Просто Найс Ничего не скажешь Опять же Спасибо админу Я его все больше и больше Начинаю любить Просто ужас Как можно быть таким Нехорошим человеком Редиска Редиска Не больше Не меньше Так Ну и разбираемся Во-первых На нетворсе Наверное Переключим Все-таки Уже Крипстаты Мало кого Интересует Вы их видели 180 крипов 140 Ну как-то так 14 тысяч Уликана Что ж у тебя Братюня Есть У тебя есть Дезолятор Владверс БКБ Довольно Неплохо Играет на нем Вот просто Я люблю Таких людей Винтер Пак На инвокере У нас И Сайра И Исайра Как-то так Наверное Инсиди Инсайдиус 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 На дисрапторе РРQ Значит Кола Морфлинг На фаре Дарксир Дон Будет шпилить Бремастером Точнее Шпилит уже Бремастером 26 минут И Гиена Шадоу Шаман Виспарь От Буду Бубу Нет Буду Нет Бубу Все-таки Все-таки Бубу Будешь Или не будешь Бубу 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 Пак уходит Пака Почти Хекс Хотя нет Подождите У нее только Ультиматор Туда Туда не почти Хекс Но Зачатки есть Причем Такие Солидные Так Ого Марфила Подрубает БКБ Разваливает Моментально Дисраптора Переключается На Пака Но Пак Понятное дело Ушел Ликан Берст Дэмэдж Выдает Очень больно Было Морфлингу Троих Минусует Оранжи Теряет Только Одного И Вот тебе Ликан С дезолятором Такой Дамаг Просто Никто Не ожидал Виспа Бахают Висп Спас Морфинга По-моему Или тот С репликейп Ушел Я не знаю Не обратил Внимание Но он Выжил Это Блин Это не смешно ДПС Если его сравнить ДПС С морфингом То тут вообще Ни в какое сравнение Не идет У морфа В два раза Меньше урона Начнем с этого Морф не Минус арморит И атак спид У морфа Такой же Чуть чуть больше Но практически Такой же Под хаулем Еще больше урона Лол А я же еще Волчью форму Не учел Под волчьей формой Атак спид Увеличивается И плюс Ко всему Криты То есть ДПС Тут становится Еще более Ужасающим Ваттафак Просто он Волко этих Дракончиков Маленьких За два удара Сносит Чисто на дэмэдж Вот такой люкан Мне больше нравится Чем этот обсосок С некрами И прочими Какахами Вот это чисто Волк Пошел грызть Мужчина Альфа Альфа волк Вожак стаи Тааак Заходит Заходит в спину Не ожидают Походу Такого Пошел Волчара Подрубает БКБ Брюмастер Юзает Ультимейт Волк Грызет В первую очередь Шадул Шамана Шадул Шаман Отъехал Волк А сейчас БКБ Закончится Огненного Элементаля Разобрали Штормового Вроде тоже Остался Земляной Земляной Пока живет Ликан Схитает Одного за другим Несует уже троих Оранж Не потеряли Никого У ликана ХП остается Не так много Но его уже И бить то Некому Брюмастер ТП аут Торнадо Не дает ему Сделать ТП аут Возвращает Еще обратно И это Минус 4 Единственный Живой Морфлинг Проблемы Огромные Огромные Проблемы Четыре Мага И люкан Да Четыре Мага И люкан Все ходят Никто Ничего Не делает Один Версута Тут сидит Что за Хрень То Адекват Бегает То Гудхан Тут Сейчас Прошел Чертовы Задержки Когда хостил Экстримчик Такого не было Даже при том Что нас дудосили Нереально Все равно Такого не было Ого Серьезно Серьезно Нападают На Иллюзию Морф Недоволен Чуть Такое Улетел На базу Два Ксера Голды У морфа Вроде Смотришь Нетворс Не такой уж И плохой Но У ликана Там На 5000 Выше И ДПС У ликана В принципе Как у героя Выше Вот Даже Если бы У морфа Был Тоже На 19000 Запак Морфлинг Был ДПС Меньше Тут уж Как ни Крути Волчья Форма Дает ДПС Жесткий Другой Вопрос В том Что Ликана Контролить Гораздо Проще Чем Морфа Морфлинг Все таки Такой Герой Достаточно Мобильный Плюс У него Какой Никакой Спелл Дэмэдж Есть У ликана Никакого Спелл Дэмэджа Нет У него Просто Есть Физ Дэмэдж Причем Такой Суровый Сейчас Плюс 232 При том Что Он Даже Столько А у него 135 Плюс 232 Хорошо Живет Взял Себе МКБ Что то у меня ДТТВ Подвисло А нет Все нормально Все нормально Хекс Появляется У пака Инвокер Делает ПКБ У него Орчат Форс Но в целом Все есть У оранжей Для того Чтобы пойти И не почувствовать Вообще Ничего Сломать Трон Морфу Для того чтобы В этой карте Затащить Надо еще Минимум Минут 30 Фармить Это Минимум Улетел Улетел Вист Взял С собой Морфа Но сам Сейчас Вернется Его тут Ждут Да уж Безысходность Чена Не хватает Чтобы обузить Как вот это Делали Нави Да и не только Нави Многие Многие Так Делали Отправляешь На базу На На Ах Какой демод 3700 У него Еще Денег Туча Какой-то Кирасу Себе Возьмет И вообще Цены Ему Не будет О Хауль Алакрити Подрубает Форму Хекс Моментально Разорвать Да получается Брюмастер Просто рассыпался На атомы Ну все Ну все 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 Сделали Четко Развели На Байбэк Сейчас Вот Быстренько Все Откулдаунится И можно По новой Идти На ХГ Так Сейчас Волки Съедят Шато Шамана Штука Семьсот У него На руках Надо Как-то Себе Даггер Та уже Купить Тридцать Четвертая Минута Виспар Тоже Голый Ну вообще РРК Все Голые За исключением Там Брюмастера Какого-то И Морфа Дарксир Тоже Более-менее Айтемы Есть И деньги Еще Сверху Ну Оранж Тут По-любому Затащат Тут Шансы Реально Никакие Но Изи Вином Это не назвать Изи Вин Это когда ты За 20 минут Противника Угоняешь В ужас А когда ты На 35 минуте С Ликаном Его спушить Не можешь То это Не Изи Вин Тем более Еще есть Инвокер Ставятся Змейки Ликану Ликану Нормально Наваляли Ликан Хорошо Получил Подрубается ПКБ Ворвал сюда Брюмастер Бафнул Ульту И пытается Что-то сделать Дисраптор Поставил Утимейт Вообще В никуда Пытается Энчантрес Тут как-то Что-то Надамажить Но от него В принципе Дэмэдж Особо не требуется Здесь Ликан разваливает Ликана Получилось убить Выбили Аегис БКБ Он не тратил По сути Сейчас Откатит У него форма Спокойно Заберет Барак И можно переключаться Даже на Тауэр Морфа Еще 60 секунд Не будет Байбэк Есть Как минимум Заставить Байбэкнуться Надо Прюмастер Прыгнул У него нету Ты Бояться Нечего Метеор Это Просто Это просто Забейте Метеор Даже приземлиться Не успел Ликан Его убил Бам Штука Крит Иди сюда Морф Давай Давай поговори Морф Давай Давай Просто Просто Может Пишите ГГ Ребят Вас этот Ликан Съедает Заживо Морф Байбэкнулся Умер Теперь ты на что Не надеется Да ГГ ВП Так Я сразу Продолжение следует